добрый день здравствуйте все добрый вечер у кого вечер у кого вечер у кого день кто в каком часовом поясе смотря я знаю что нас смотрят вообще по всей стране и даже по всему миру в разных странах поэтому кого-то день у кого-то вечер у кого-то утро махните мне пожалуйста рукой если вы слышите и видите если все в порядке со связью чтобы я соответственно понимала что у нас все хорошо и что потому что у нас сегодня супер интересные ну я стандартные конечно фразы супер интересные потому что у нас всегда супер интересные на мой взгляд эфиры вот я представлюсь меня зовут екатерина лебедева я зам директора по развитию фонда измени одну жизнь и я веду прямые эфиры вы наверное кто-то из вас меня знает кто-то не знает со всеми приятно познакомиться вот еще раз прошу махнить пожалуйста мне ладошкой или покажите какой-нибудь символ того что все в порядке да я вижу что вы машете спасибо большое да понимаю что видно и слышно спасибо большое привет из крыма привет я сегодня санкт-петербурге привет вам и санкт-петербурга вот можете кстати пока да тоже интересно кстати посмотреть кто у нас откуда если напишите будет прикольно узнать кто вообще у нас из каких городов стран может быть вообще сейчас смотрят тоже супер интересно пока мы ждем как раз нашего гостя сегодняшнего у нас сегодня мужчина у нас сегодня редкость потому что мужчина в наших эфирах редкость приемные папы не частые гости вообще наших эфиров и я вот сегодня жду сейчас пока он присоединится антон приемный папа двух ребят он ведет у нас блок на сайте и пока он к нам присоединяется я соответственно пока расскажу вам тюмень круто я соответственно расскажу вам о том что наш эфир обязательно будет записан как обычно все наши эфиры записываются ого норвегия круто воронеж прекрасно очень рада соответственно вот он тоже санкт-петербург вам привет мои соседи казань класс чебоксары блин это прям прикольно надо было мне раньше это делать потому что это очень вдохновляет смотреть кто откуда тренбург нижний новгород классно 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 у нас такая всероссийская сегодня компания очень интересно челябинск класс и мы весь здесь кроме норвегии здесь снимаем видеоанкеты антон привет здравствуйте здравствуйте вас хорошо видно и слышно слышите видите меня нормально со связью все да отлично главное чтобы я не тормозил да вы пока не тормозите так уже я вижу вопрос друзья дорогие небольшие технические моменты я всегда говорю в начале эфира а значит эфир во первых повторю будет записан так что вы не волнуйтесь не переживайте потом посмотрите нам это очень важно вообще мы рады тому что наши эфиры пользуются все больше популярностью пятигорск вижу круто привет пятигорску а уже несколько тысяч человек смотрят наши прямые эфиры потом совокупно это конечно не может не радовать мы понимаем что мы делаем что-то супер важное и вам очень полезное все вопросы и эфир вы сможете посмотреть в гтв в нашем аккаунте и также в ленте а это первый момент второй момент вы пишите пожалуйста вопросы прошлом эфире вы писали вопросы и мы прям поэтому щелкова класс и мы поэтому вопросу я вопросам шла задавала психологу если у вас вопросы к приемному папе а я думаю они могут быть у меня по крайней мере я сейчас тут накидывала у меня минимум их штук 15 уже накопилось так что антон вы держитесь вот я буду зачитывать все вопросы задавать их соответственно нашему гостю на сегодня очень интересный на мой взгляд гость приемный папа двух мальчиков он ведет у нас блог и на сайте и я так наверное скажу я сегодня два раза перечитала ваш блог как настолько он какой-то ну он необычный потому что он какое-то он во первых как-то нелинейно рассказан это прям какое-то как художественное произведение в каком-то смысле и при художественно документальное произведение это очень интересно посмотрите пожалуйста астон мартина никнейм нашего блогера у нас на сайте вот антон наконец-то все я прекращаю говорить да не даю слово вам всегда прошу наших гостей рассказать о том как вы пришли в тему нашу сиротскую тему тему приемных родителей тему детей сирот я у меня изображение немножко тормозит поэтому я может быть буду под зависать нормально все пока нормально ну это радует по поводу сиротской темы ну я даже честно говоря не знаю с чего начать наверное в какой-то момент происходит что-то внутри у каждого человека и независимо от личной жизни насколько она там богата да и насколько взаимоотношения они на сегодняшний момент или на тот момент они как бы есть то в любом случае ты понимаешь что не хватает именно вот семьи в силу того что не получилось определенный момент своих детей да то есть какие-то еще факторы повлияли на это собственно говоря вот судить на тот момент с девушкой эти вещи дату я решил что необходимо как бы это делать потому что ну мы не сдвинемся просто в принципе я не сдвинемся никуда то есть все силу еще тех особенности что много лет назад на первом месте стояла работа стояли какие-то хобби и это может можно было продолжать совершенно бесконечно нельзя было останавливаться и на работе когда человек идет по калерной лестнице меня вот какой-то момент просто называли космонавтом потому что ну все время хотелось вверх и вверх да и потом просто уже было не остановиться и вот остановил меня просто событие какое-то произошедшее даже честно говоря не хочу сейчас вдаваться подробности не очень приятные в моей жизни но тем не менее просто я понял что так жить невозможно да и необходимо чтобы была какая-то семья были люди близкие потому что ну все понимают родители сегодня есть завтра в любом случае может что-то измениться и что касается нашей семьи моей семьи непосредственно то отца с пяти лет я не наблюдал в своей семье но единственный момент что мы до сих пор с ним поддерживаем достаточно теплые отношения вот и он как бы играет немаловажную роль дедушки в нашей семье мы встречаемся но вот с определенного возраста мы перестали жить и вот эти все вещи они в совокупности отправили меня в школу родителей конечно перед школой родителей мне пришлось пройти огонь и воду потому что ну даже независимо от ситуации и наличие там личной жизни все равно я пришел один все равно мне задавали какие-то вопросы все равно это все как бы для советского союза и большинства людей которые сидят в органах опеки только чтобы не было никаких обид я говорю прямолинейно меня практически пытали и задавали вот эти все вопросы были ссоры да то есть выводили на конфликт для того чтобы в принципе вернусь или нет далее мне просто так что то со звуком подождите подождите тут звук пропал на несколько на несколько секунд у меня надеюсь вы друзья слышали я что-то тут пропустила я как раз вас хотела немножко ну вот про органы опеки мы прям отдельно поговорим это очень важный момент и я прекрасно понимаю чем вы говорите потому что ну во первых как бы с этим сталкиваются многие приемные папы которые в одиночку берут детей с такими расспросами и в каком-то смысле они обоснованы сотрудниками органы опеки с другой стороны может быть та скажем так неистовость с которой они задают эти вопросы она может быть не совсем обоснованно но мы отдельно немножко этого коснемся все таки как ваше взаимоотношение с органами опеки сложилось я отдельно хотела про школу приемных родителей поговорить потому что вы прям посвятили в своем блоге целую главу этой школы целую главу в своем блоге по поводу школы приемных родителей, рассказывали, как это на вас вообще подействовало, повлияло. Вот вообще расскажите, что вы узнали, насколько она оказалась важна для вас, эта школа приемных родителей, в целом важна ли она. Я еще почему спрашиваю, по-прежнему нам, не поверите, звонят люди и говорят о том, а можно, я и так все знаю про детей, можно мне как-то без школы, вот, потому что как бы что-то два месяца, вот это я не хочу все ходить, мне вот надо быстрее, короче говоря. И это, я не утрирую сейчас, прям буквально люди звонят и так говорят. Насколько вам кажется важна школа приемных родителей, что она вам лично дала? Понимаете, вопрос, наверное, в том, в какую школу ты попадешь. Я изначально не пошел в государственную, потому что, во-первых, мне показался срок достаточно короткий, и в моей жизни, конечно, есть большой пример для меня, да, это крестник, непосредственно им я занимался достаточно долгое время, ему сейчас уже 15, и он, в принципе, член нашей семьи, и по выходным он у нас с ребятами как раз, и там что-то по урокам иногда помогает, то есть в моей жизни он появился, когда я ему был 8, и, в принципе, я прошел с ним достаточно большое количество всего. Конечно, когда мы с его мамой, тесно, общались определенный момент, и она в какой-то момент даже запрещала ему звонить мне, да, то есть я был наказан таким образом. Такие вещи тоже повлияли на то, что, то есть, я понял, что мне необходима семья. Что касается школы родителей, в Питере школы родителей, это для меня существует родительский мост. Я понятия не имею, как готовят дети ждут другие школы. Я тут информационную справочку прерву вас на секунду. Это известный благотворительный фонд в Санкт-Петербурге родительский мост, то есть, ну, просто я скажу это для тех, кто, может быть, не в курсе. Да, и сама школа подразумевает под собой первый круг, это ты приходишь, совершенно посторонние люди, какой-то психолог, который дает какие-то тесты, вы что-то рисуете, и после этого тебе звонят. Кому-то, насколько я знаю, не позвонили. Конечно, контингент, который пришел на школу, меня вызывал ну, как бы, удивление, честно вам признаюсь. Я, конечно, ну, не специалист, да, но некоторым людям даже вот на взгляд, я бы ничего, чтобы не давал бы заключения, а просто, ну, не понимал, зачем они пришли. Был, знаешь, на вот этом первом круге также и какой-то психолог из какого-то учреждения, которое этот круг посетила, она говорила на этом круге о том, что она уже готова вот там буквально через какое-то время ребенка какого-то забрать маленького, куда-то улететь, но дело в том, что она не вернулась. То есть, даже на первом круге многие просто не зачитав свои силы, ушли. Далее после этого идут индивидуальные занятия к психологу. Я честно признаюсь, меня мучили дольше всех, и у меня эта школа, она почти на год растянулась, но... Ого! Вот этот период длительный. Да, я практически по вечерам переставал работать и занимался только этим. И психолог, которая на тот момент со мной занималась, мы дружим до сих пор. То есть, это как... Ну, даже можно сказать, что наш семейный психолог, я могу в любой момент ей позвонить или могу ей написать в социальной сети и получу от нее либо по шее за свои какие-то там вопросы, что и так, в принципе, очевидно. Можно не спрашивать, да, или она мне что-то посоветует. Вот. Она достаточно сильный человек, у нее большая семья и тоже пример. У нее несколько детей, прекрасный совершенно муж, вот. И, ну, такой, как бы, практически идеал, что ли, семьи. Полноценный, я имею в виду, да, где есть мама, папа. Вот. Я, кстати, до сих пор слышу, да, что мы какие-то неполноценные, но это отдельная совершенно история. И мы поговорим, я обязательно коснусь, конечно, этой темы, потому что это, мне кажется, важная вообще история. Ну, мы спокойно, честно говоря, к этому относимся, да, учитывая то, что у нас мама на прилете периодически там появляется раз там несколько месяцев в силу своих, своих личных обстоятельств. Вот. Но, тем не менее, то есть, да, я на сегодняшний момент занимаюсь всем вся в гордом одиночестве. Сейчас. Мне понравилось, знаете, вы в своем инстаграме написали, я работаю папой, мне понравилось вот это вот, как вы у себя прямо в шапке инстаграма про это написали, это классно, я работаю папой. Слушайте, ну да, я по-другому, честно говоря, просто не понимаю свое место, потому что ты посвящаешь себя полностью всему и по-другому, наверное, невозможно. То есть, я не к тому, что там работа отошла на какой-то второй план, да, или, собственно говоря, какие-то хобби куда-то ушли. И я, кстати, когда первого ребенка забирал, мне специалист из этого центра посоветовал ни в коем случае не бросать никакие хобби, потому что можно просто сгореть. Сейчас я секундочку буквально отвлекусь на ребенка младшего. Да. Хорошо. Мы просто уроки параллельно делаем, меня просто тут с первым дергают. Понятно. И так, я быстро потерял, переключившись на литературное чтение. Вы рассказывали как про младшего ребенка, соответственно, и я как раз, вот вы начали про него говорить, и я как раз и хочу уже подойти немножко к этой вообще истории, к вашим мальчишкам и рассказу о них. Как, соответственно, вы целый год, вообще это на самом деле для меня, вот это мотивация, я вам так скажу, потому что год выдержать обучение в школе, это прям я впервые с таким сталкиваюсь. Круто. Но вы закончили школу. Как вы начали искать ребенка, нашли где, и как вообще вот эта вся история закрутилась у вас? Ну, Катя, у меня все было банально просто. У меня, собственно говоря, была цель, и по жизни, в принципе, если есть какие-то цели, то я просто не понимаю смысл ставить их себе, если ты к ним не придешь. Поэтому мне без разницы, каким образом, то есть я долго ходил, и после того, как начался последний этап, который вела уже непосредственно президент фонда Марина Левина, то, соответственно, мы после этого, в принципе, стали вот, ну, для меня это близкие люди, потому что мы и с мальчишками к ней ездим за город, и общаемся очень часто, и это для меня тот человек, которому я напишу смс, она прочитает ее в час ночи, ответит мне, я ей пришлю обратное и получу также ответ в два часа ночи. То есть, я не знаю, как она себя... Вот, кстати, тут хочу небольшой от фонда от нашего вставить такую рекламную паузу, прямо вот рекламный слоган еще такое, объявление. Дело в чем, что я слышу вас и понимаю, как сильно важна и нужна поддержка, и, ну, как бы, насколько я понимаю, она вас поддерживает, Марина Левина, президент фонда Родительский мост, и она вообще известный эксперт вообще в теме нашей сиротской и так далее, всероссийского масштаба эксперт, вот. Но еще хочу что сказать, что приемным родителям в целом нужна поддержка, и я тут уже просто как рекламный баннер ходячий, на каждом нашем эфире говорю о том, друзья, дорогие, не стесняйтесь обращаться за поддержкой, у нас в фонде бесплатно работают психологи и юристы, и вы можете к ним обратиться и записаться, как на моменте, когда вы ищете только ребенка, и, соответственно, в момент, когда вы уже взяли ребенка, во все сложности адаптации не тяните, пожалуйста, до последнего, когда уже у вас там, не знаю, стоит вопрос, сдавать его назад или нет, пожалуйста, обращайтесь, у нас очень квалифицированные психологи, и они вам, соответственно, помогут. Вот. Сейчас у вас тут уже вопросы пошли, взяли ли вы разных детей или сиблингов, мы к этому подойдем, нет, я раскрою сразу же, нет, это не сиблинги, еще более интересная история. Итак, вы, соответственно, начали поиски, закончили школу, начали поиски. Да. Подождите, перед этапом поиска спрашивает, расскажите про опеку, пожалуйста, были ли проблемы с выдачей разрешения в итоге, разрешения на то, чтобы стать вредителем. Вы знаете, с выдачей разрешения проблем не было, потому что, видимо, придя туда, люди были настолько удивлены, что, ну, как сказать, мы с опекой изначально, вот, именно той, которая выдавала разрешение первое, на первого ребенка, мы также общаемся до сих пор, и в СМС я могу проконсультироваться по каким-то личным вопросам, вот там есть прекрасный специалист, Екатерина, которая до сих пор мне отвечает даже в свой выходной. То есть, ну, я вот, могу сказать честно, я, конечно, мне кажется, исключение с правил, но у нас три опеки на сегодняшний день задействованы, вот, в нашей семье, в нашей жизни, да, и, в принципе, нас знают все, ну, мне кажется, только, наверное, лениво не знают, и в силу того, что, как бы, ну, нас официально, так скажем, трое, да, потому что изначально девушка у меня не ходила ни в какую школу, да, и потом она вынуждена была уехать через несколько лет к родителям, поэтому нас, конечно, знают все, и у нас прекрасные отношения, и с заключением не было, на второго ребенка так, в принципе, тем более. Вот у вас спрашивают, опека дала заключение сразу на двух детей, или как у вас это было? Нет, 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 опека выдала, выдавала разрешение только на одного изначально, между детьми, между появлением детей в семье прошло 4 года, практически 4 года, но, в принципе, тут меня по рукам никто не бил, потому что по правилам, так скажем, там, психологов должно пройти как минимум 3. Единственное, что я до сих пор огребаю за то, что нужно было взять младше, а не старше, но тут, видите, такое ощущение обстоятельств, потому что все, как шальные на этой школе родители сидели по ночам, выбирали этих детей, мусорили эти анкеты, видеоанкеты, также, собственно говоря, на вашем ресурсе, и тогда, когда, собственно говоря, мы все не понимали, в принципе, о том, что позвонить просто так невозможно, нужно иметь на руках хотя бы какие-то документы, сейчас проще, сейчас ковид, и ты можешь по электронной почте большинству органов опеки отправить свои документы, но на тот момент требовали код, номер, то есть все, в принципе, нужно было встать на учет у себя в регионе, только после этого ты мог уже иметь какой-то номер, пообщаться, позвонить, то есть, меня, собственно говоря, это подвело, потому что на тот момент школа продолжалась, то есть, там конец был близок, но я на учет, собственно говоря, на тот момент в регионе не встал, потому что я не понимал этого, наверное, на тот момент, может быть, я мимо ушей пропустил это на школе родителей, ну, собственно говоря, первый ребенок, да, он появился как раз там, где мне и выдали заключение. Ну, вот как это было, а вообще, вот он, я так понимаю, же рядом, он не против того, что мы вообще говорим-то с вами на все эти темы? Ну, я вам более того скажу, вот здесь уши стоят, греются, как бы, я пытаюсь дать понять, что я позову, когда придет тот самый момент, но там перемешку между уроками кто-то выходит послушать. Ну, еще бы, про них, в общем-то, весь разговор этот идет, нас уже тут 67 человек с вами про них, про этих ребят слушают. Все-таки еще, значит так, у вас получилось заключение появилось, и, ну, расскажите, как вы его нашли, увидели, или как, вы просто поехали и по возрасту как-то выбирали, или не выбирали вообще, как вы с ним познакомились? Ну, в любом случае, понимаете, каждая школа выдает заключение, где указан возраст, да, и у меня был указан младший дошкольный возраст, то есть, они изначально, мне говорили, что три нельзя, то есть, у меня тоже был фанатизм, что нужно три, четыре, мне говорили, а мама, я говорю, ну, как бы она вроде как есть, что переживает, нет, вот прям, если ты вот идешь, значит, ты должен был идти с ней, поэтому младший дошкольный возраст, ну, в принципе, получилось так, что вместе с заключением они мне, собственно говоря, сказали, что вот есть мальчик, да, и ты можешь пойти. На тот момент, наверное, было не очень понятно, единственное, что оказалось так, что он был там, где мы проходили экзамен, то есть, я не знаю, как в других школах, есть в Санкт-Петербурге школы при детских учреждениях, это отдельная история, они там тоже устраивают мероприятия, но у нас вывезли в определенный центр временного содержания, и мы там устраивали какой-то нереальный просто утренник с детьми совершенно, у меня, извиняюсь, тут звонки идут просто параллельно, поэтому у меня может звук пропасть, вот, сейчас нормально, отлично, да, и получилось так, что он был именно там, то есть, мы уже знали, как бы, я уже знал, да, то есть, куда идти, и директора, да, то есть, ясно, что это тоже, этот момент растянулся надолго, потому что в какой-то момент пришлось прийти, что-то подарить, ты постоянно ездишь туда, как на работу, это уже, ну, какой-то момент, да, понимаешь, что надо что-то делать дальше, и там была просто не очень, как бы, корректная ситуация, его увезли в больницу, по, ну, не буду говорить, как бы, в эфире по этическим соображениям, вот, но мне, собственно говоря, не сказали, то есть, здесь надо уже пенять, наверное, на сотрудников, но, тем не менее, как бы, оно произошло вот так, я, собственно говоря, не знал об этом, звонив туда несколько месяцев подряд, там сменился еще и директор, то есть, было очень сложно все это пройти тоже, это тоже растянулось, ему было пять, то есть, я забрал его шесть, практически полгода, даже, может, там чуть побольше, ну, собственно говоря, вот, получилось так, что за полгода до школы, вот, он оказался в семье. Ну, погодите, тут вот, вы прям такой важный момент пропустили, не знаю, может, у мужчин как-то, это, конечно, по-другому, я вот, ну, это правда у вас по-другому, у мужчин, я вот, когда прямые эфиры с приемными папами веду, как-то, все папы проскакивают в момент знакомства, мамы как-то начинают более подробно этот момент, как увидели, не знаю, ёкнуло, не ёкнуло, всё на меня, я заметила такую тенденцию, но всё-таки я вас помучу, как вы его увидели, как вообще это было? Кать, всё было проще, я когда пришёл, во-первых, там были те же самые дети, ну, среди них, которые были вот на этом утреннике, на этом экзамене, плюс, он просто, ну, ему было сказано изначально заранее, что я приду, поэтому он пришёл, всех расстрахал, да, он садил меня, сел на колени и сказал, он мой, всем, всё, круто, круто, и на этом как бы уже, то есть тут без вариантов дальше было, деваться некуда, конечно, куда тут уже денешься-то? Класс, то есть он, ну, правда, действительно, он вас сразу как-то принял и согласился, это же тоже важный вообще момент, насколько ребёнок готов сам, вот как бы, ну, к такому взаимодействию, ехать в семью и так далее. Ну, знаете, он был в таком, наверное, потерянном состоянии после больницы, и всего там прочего, что, конечно, когда приходит человек и говорит, что он пришёл к тебе, он пришёл за тобой, и то тут, да, безусловно, естественно, ты понимаешь, что ты не можешь просто вот так взять и уйти. причём, после того, как я там ходил несколько раз, и мне спустя какое-то время выдали эпикриз, честно говоря, я был в недоумении, почему мне некоторые вещи просто не озвучили, не показали, вот, я, конечно, ну, по здоровью, да, я правильно понимаю? Да, да, я не то, что в обиде, да, но я вот спустя 4 года каждый раз, когда общаюсь, если они мне что-то говорят, там, по поводу школы или ещё чего-то, потому что есть свои сложности, безусловно, я, конечно, говорю им прямо, ребят, вы, ну, сами вот это всё вот умолчали, и если бы, ну, не знаю, наверное, если бы не я, то, может быть, и никто, вполне вероятно, но как оно сложилось, так оно и сложилось на сегодняшний день, потому что, то, что, конечно, есть сейчас, то, что было 4,5 года назад, день и ночь, то есть за полгода нужно было научить держать ручку, карандаш, то есть реально слепить из него, ну, школьника, потому что там был просто детский садик, это было совершенно далеко от реальной жизни. Слепили школьника? Слушайте, ну, я гребаю, честно говоря, в школе вообще, в принципе, вот, но надо отдать должное, что поведение сейчас, ну, изменилось, безусловно, он хоть и ведёт себя так, это картинно, знаете, публично, поскольку плюс ещё влияют тут социальные сети, YouTube и прочее, да, то есть, но тем не менее, он всё равно работает над собой, единственное, что, к чему у меня нет претензий, это его уровень к английскому, он слушает песни на английском, он учит сам, и в прошлом году его пятёрка, заработанная лично самим, то есть сейчас у него тоже достаточно нормальный уровень, для его класса, для его лет, поэтому, ну, он себе что-то выбрал уже, то есть, он любит... ему тут, если он там рядом слышит, ему тут сердца летят от наших слушателей, вот, что он такой крутой парень, растёт, пишет, сынок, ваш сынок, вас сам выбрал, ну, видимо, вот эта вот история, что он сел вам на колени, это, конечно, это очень трогательно, нам, девушкам, это трогательно слышать, такие вещи, скажите, как у вас вообще, вот, ну, период адаптации шёл, вот, все вот эти вот моменты, но всё-таки, как бы, это ваш первый ребёнок, и, как бы, и вот он такой уже появился, в общем-то, уже личность, в каком-то смысле слова, со своим прошлым, со своей историей, и вот вы, и вы, как бы, оказались дома, как вы начали жить вместе, как вот вы начали притираться друг к другу? Знаете, я могу сказать только одно, да, вот, это всё как-то произошло в плане воспоминаний, ушло, да, достаточно быстро, то есть, конечно, есть какие-то вещи, о которых я писал, и если кому-то будет интересно, можно почитать, я просто сейчас не хочу, честно говоря, озвучивать, тратить на это время, потому что, как мне сказала Марина Юрьевна Левина, что у вас такая жесть, что это надо просто на всеобщее обозрение на школах оговаривать, показывать, рассказывать, как оно может быть, ну, потому что реально, мне кажется, что мне прилетело по полной программе со всех сторон, и от кровных родственников, и вообще по адаптациям, то есть, я первую неделю просто лежал в пластон с температурой 38, он, по-моему, с какого-то... Его бабушка от меня отлепила, приехала... какие-то моменты, там, готовка или еще что-то, то есть, здесь, безусловно, она, ей надо отдать должное, вот, ну, как бы, сейчас, конечно, мы скучаем, ну, что поделаешь, но все, в принципе, закончилось, я считаю, что достаточно благополучно, безусловно, конечно, есть какие-то, ну, социальные нормы, которые мы просто не хотим, в принципе, воспринимать, потому что, ну, нам так не хочется, мы совершенно другие, и вот, ну, та же Марина Юрьевна говорит просто, что вы все ребята такие на ипотаже, что вас осуждать за ваши какие-то фишки, которые вы отмачиваете периодически, да, что он в школе там, что я по жизни, ну, нельзя, то есть, вы, в принципе, такие люди, и поэтому вы вместе. Ну, что бы вы могли тогда посоветовать, потому что, ну, на самом деле, мы по отзывам фонда, по запросам в фонд, мы видим, что довольно большой процент людей, скажем так, которые не состоят в длительных отношениях или в целом в партнерстве каком-то или не в браке, и они хотят брать детей, они забирают детей, они сталкиваются, конечно, с этими различными всеми социальными какими-то, не знаю, стандартами, клише, ну, о которых в том числе и вы говорите, какой бы вы совет могли дать? Вот вам, например, ну, вот человеку говорят, вы не полная семья, куда тебе, зачем тебе и так далее, вот что бы вы могли посоветовать тогда, исходя из своего опыта? Слушайте, да, наверное, когда у меня младший ребенок пошел в первый класс и меня вызвали за очередные какие-то его проделки, мне школьник-психолог задал вопрос, а как вам вообще его дали? Вам же не имели права его давать, одним не дают, или что-то в этом духе она сказала. То есть даже в государственных учреждениях работают совершенно несведущие люди, которые совершенно не понимают ни права, ни зону, ничего, то есть далеки от всего. И я просто призываю людей не бояться, то есть я не говорю, что нужно сейчас всем мужикам побежать и брать себе детей, но у меня совершенно другая история, как Марина Юрьевна говорит, просто совершенно иная. И здесь у нас во втором заключении написано, что у нас отношения есть на сегодняшний день с подругой, но это все равно не имеет места быть, потому что она есть, но вроде как мы все равно втроем варимся в собственном соку и на сегодняшний момент вот так. Я считаю, что нужно просто не бояться идти к своей цели, если она есть у человека. Если ему страшно, то нужно сначала прийти на школу родителей. Я вообще считаю, что школа родителей должен пройти каждый родитель, потому что у меня есть живые примеры в жизни, где родители совершенно неадекватны по отношению к своим детям. Они вообще не видят в них никакой ценности, ни продолжения рода, ни передачи каких-то традиций, да, и прочего, и прочего. У вас тут спрашивают, у вас опека у меня на сегодняшний момент опека, я просто не хочу лишать детей того, что им полагается, поэтому, конечно, мы без... Ну, конечно, они там говорят о том, что не нравятся там фамилии и прочее, да, но, соответственно, вы же понимаете, до достижения 14-летнего возраста ребенок в состоянии поменять себе фамилию, имя, отчество, хоть Путин Владимир Владимирович, да, то есть здесь никто по рукам бить не будет, поэтому старший паспорт получил, вот, собственно говоря, он уже находится на замене. Понятно. Давайте перейдем все это к старшему. У нас... Я бы еще, конечно, вас помучила и по младшему, потому что очень, конечно, мне все это интересно, но давайте к старшему тоже перейдем и ему внимание уделим. Я правильно понимаю, что старшего вы изначально увидели у нас в анкете, в анкете нашего фонда? Да, это было именно на школе, но тогда я объяснял, что это нужно было собрать до конца документы и иметь код, встать на очередь, потому что совершенно другой регион, край света, в принципе, по большому счету. И тогда я позвонил в ночи, и меня просто отшили с словами, что где ваш код, вы же на сегодняшний момент просто никто. И я говорю, что даже если я заключение получу, то можно какую-то информацию получить и вообще понять, на что мне было сказано, что нет, к нему ходит родственник раз в год, и это, в принципе, на сегодняшний момент ну вот так, то есть он как бы общается, да, но я, естественно, не знал, какой родственник и какое это общение. Сейчас, конечно, я понимаю, что все было приукрашено немножко. Для чего? Ну, видимо, на тот момент там были другие сотрудники, которые просто отмахнулись от какого-то дядьки с другого конца страны. И, наверное, сейчас, может быть, вы были бы более понастойчивее, имея тот опыт, который вы имеете, в общем-то, как бы мы тоже просто советуем многим родителям приемным, все-таки уж, и другие приемные родители им советуют, но все-таки как-то отстаивать свои права, потому что, конечно, порой сотрудники органов ОПЕК говорят такие вещи, что, ну, мягко говоря, не совсем приятно услышать такое, что порой они говорят. Вот. Но все-таки спустя 4 года после того, как у вас был первый мальчик, вы решили взять второго, правильно понимаете? Да, и, ну, понятно было, что, знаете, реализовать себя, ну, невозможно. У каждого родителя есть не то, что какие-то планы, да, он хочет видеть какой-то уровень определенный. Ну, ну, не любит у меня младший ребенок в футбол, ну, просто не любит. Я к нему, в принципе, ровно отношусь. Я не наставил, то есть он отходил год, бросил. Музыкой он продолжает заниматься, я, в принципе, тоже с музыкальным образованием, и старший у меня ребенок тоже музыкой занимается, мы такие все, ну, на своем этом, на своей волне, вот, на музыкальной. Вот, поэтому я думаю, я даже забыл, о чем хотел сказать, мусор убежал и не вернулся. Ну, расскажите, как вы захотели взять второго все-таки, очень мне интересно это. Да, вот я хотел сказать, что я просто в какой-то момент пришел, что нужно реализовывать себя дальше, потому что есть какой-то ресурс. Ты каждый раз, с каждым каким-то действием, да, в твоей жизни, ты понимаешь, есть у тебя ресурс для дальнейших каких-то шагов, или его нету. И я не знаю, что должно там еще произойти, и как дальше все это будет развиваться, и чем дети будут заниматься, но с каждым днем впечатление, что, ну, он ресурс этот, да, внутри нее, он не кончается. Я не знаю, откуда он берется, именно в те моменты он берется, когда вот ты говоришь себе, все, стоп, сейчас ты вот опять будешь лежать, все на тебя не будут скататься, только уже вдвоем, но тем не менее, да, и вот роясь в компьютере, в закладках, психолог в какой-то момент не обронил о том, что вот тебе бы, младшему ребенку, вообще бы ангела постарше, вот, и вот как раз ангел залетел на кухню, улыбается. Я думаю, мы увидим ангела, минут через 10, думаю, пусть ангел, пусть к нам в эфир тоже чуть попозже залетит, очень уж интересно посмотреть на них. Вот, ну и, собственно говоря, речь шла о том, что нужно вообще на самом деле взять, ну, младшего так правильно, так более верно, но перебирая вот эти все закладки, я нашел его анкету и увидел, что ребенок жив-здоров, да, и меня вызвало непонимание в связи с чем, то есть, почему он, что с ним не так, и мне через несколько дней, наверное, буквально был репост одного из сообществ, где выложено было интервью с Радио России, у них есть передача «Детский вопрос», и, собственно говоря, он там как раз вот весной давал интервью. Мы, кстати, тоже недавно давали интервью Радио России, очередное, которое буквально там выйдет через несколько недель, вот, и меня, честно говоря, ничего не смутило, и я позвонил, правда, был коронавирус, карантин, да, и ко мне, на удивление, отнесли с огромным пониманием, и, собственно говоря, я сказал, что мы, в принципе, готовы его принять, готовы принять прямо хоть сейчас. Надо отдать должное региональному оператору, Светлане Сергеевне, я считаю, что просто икона общения с приемными родителями, то есть все документы были рассмотрены в таком экстренном режиме, ну и, собственно говоря, конечно, это было согласие самого ребенка. Вот эти вот все стандартные 10 дней, они были заменены на онлайн-общение, потому что все прекрасно понимали, что, ну, я не просижу, наверное, в этом регионе. Единственное, что мне приходилось сдать тест, и, конечно, с этим тестом уже было проще в этом регионе, вот, но, в принципе, все шли навстречу, однозначно, совершенно, учитывая полученное заранее даже согласие ребенка, все прошло очень-очень быстро. Круто, круто. А как младший отнесся к тому, что у него появится старший брат? Тут, понимаете, такой вопрос, наверное, лучше адресовать будет потом ему, когда вы позовете. Тогда не отвечайте, тогда не отвечайте, пусть будет интриг хранитель. Хорошо. Хорошо, ладно, вы прилетели, вы его забрали, вот он прилетел. Со вторым у вас, когда это получается, же в этом году, да, было, сколько же вы вот вместе сейчас, получается? Ну, старший уже вот полгода здесь с нами. И что, как адаптация? А мне кажется, что ее фактически нет, кроме выбивания из самого себя своих привычек. Вы же понимаете, что если ребенок был в учреждении на протяжении семи лет, и кроме лексикона, заэтовать, переэтовать и прочих слов, которые совершенно идут в разрез с мегаполисом, городом-миллионником. Особенно с Санкт-Петербургом? Да, чтобы тебя понимали, не ставили двойки по-русскому, да, за эти слова, за замену глаголов. Мы, естественно, не, ну, сейчас у меня, конечно, к нему вопросов нету. Я считаю, что буквально там несколько месяцев назад он свой лексикон, конечно, конкретно поменял. А вот вам тут пишут в комментариях, что круто, что позволили онлайн-общение. Я вообще хотела тоже это прокомментировать, потому что на самом деле мы в фонде в этом году слышали от родителей приемных большое количество там всяких недовольств относительно того, что как им сложно, невозможно, детей не показывают и прочее. А, соответственно, ну, то, что опека, когда идет навстречу в период вот такой вот непростой ковидный и дает возможность пообщаться онлайн с ребенком, ну, это, блин, круто. Это очень круто. Вот, конечно, это хорошо, что они это сделали. Согласен. И так, соответственно, ну, подождите, кроме этого, есть же какие-то, как ребята между собой поладили? Или это тоже мне у них лучше спросить? И если они мне честно скажут, конечно. Я не знаю, не скажут, наверное, потому что это сложно. Ну, сложные взаимоотношения. Вы же сами понимаете, плюс разница в возрасте, плюс, ну, восприятие друг друга, у кого какая роль должна быть в семье. Единственное, что, ну, все равно я считаю, что они молодцы, потому что, когда меня нет, конечно, им проще найти общий язык. Когда я есть, то я в роли судьи. Мне, конечно, это не очень нравится, я знаю, что это неправильно, но в какие-то моменты мне проще объяснить на пальцах, ну, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что у одного опыт в плане объяснений, да, что хорошо, что плохо, нету, да, и у другого тоже достаточно мало. Тем более, вы же понимаете, когда подросток считает себя исключительным и вообще... А они себя часто считают... А они себя практически все считают исключительными. Так, у нас небольшая проблема, как я вижу, со связью. Чуть-чуть у нас Антон подзовет. Сейчас, надеюсь, он чуточку к нам вернется через какое-то время, надеюсь. Вот. Какая у них разница в возрасте? Вот мы сейчас спросим у Антона, я тоже хотела спросить, какая разница в возрасте и пока у нас Антон... Вот, Антон, вы с нами. Сейчас как слышно, видно меня? Хорошо все. Так, вот сейчас, сейчас чуточку, сейчас надеюсь, отвиснет и все-таки еще чуть-чуть подзависла история это у нас. А пока... Так, алло, алло, алло. Я слышу. Во, вот сейчас, наконец-то, наконец-то я вас вижу, что... И хорошо вижу, хорошо слышу. Четыре года, да, я правильно услышала разницу? Да, четыре. Знаете, тут вот я вот, что хотела вас спросить. У нас однажды на прямом эфире одной приемной маме задали вопрос, и мне он очень понравился, и я его стараюсь сейчас другим приемным родителям задавать. А что вы в самом себе открыли про самого себя такого нового, когда вы стали папой, и не просто папой, а приемным папой? И есть что-то, вот что вы про себя новое узнали? Ну, вы знаете, я, наверное, может громко скажу, но я, мне кажется, что я, наверное, могу все. Я не знаю, чего я еще, в принципе, не могу. Круто. Ну, я просто, как сказать, я не должен чего-то не мочь, то есть, не должен чего-то не знать. Я понимаю, что мне нужно понимать и математику, и геометрию, и физику, и социальные сети какие-то, и музыку, и музыкальные стили, и одежды, что-то, и прочее, и прочее. То есть, ну, вот просто все. И, ну, не то, чтобы, знаете, не такого ощущения, что я там себе не принадлежу, или еще что-то. У меня, безусловно, с этим, слава богу, все нормально, за исключением того, что необходимо сейчас старшего дотянуть до определенного уровня нашего города по учебе, потому что, ну, к сожалению, там, естественно, огромные дыры, и он сам говорит о том, что я не знал, что меня заберут, и поэтому я, в принципе, ну, не учился. Поэтому, конечно, мы сейчас в экстренном режиме, за эти полгода нам приходится подтягивать все. Надо отдать должное, то есть... так... 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 Так, сейчас чуточку у нас снова какая-то да, я вижу, что пишут, что звук пропал, ой, у меня тоже на секундочку пропал звук, вот сейчас, надеюсь, так, так, я вижу, друзья, я вижу, вы пишите, я вижу, вот вашим эфиром очень интересуется, все сразу начали судорожно писать, что нет звука, я вижу, что нет звука, вернее, что значит вижу, я слышу, что нет звука, надеюсь, что сейчас появится. Я вас слышу хорошо. Так, как вы нас слышите, вы скажите чего-нибудь? Я слышу прекрасно. Хорошо, все. Повторите, пожалуйста, я вот не расслышала, вот что, он футболом занимается, была лайкой, правильно я услышала? Да, все верно. То есть вам самому пришлось новое хобби в себе взращивать, вы же говорили, что футболом не очень интересовались. Нет, я только за на самом деле, и это его жизнь, то есть, и я постарался сделать от себя все, что зависит, потому что за сентябрь, за октябрь пришлось поменять несколько футбольных, платных футбольных команд. для того, чтобы как-то поддерживать это в нем. Школа футбольная... Так, у нас снова какая-то небольшой... Так, вижу, что чуточку подвисло снова. Вот сейчас нормально уже вроде как опять восстанавливается связь. Сейчас слышно, да, сейчас слышно. Закончили на школе Олимпийского резерва. Ого, нехило. Да, нам просто, я считаю, что в этом плане свезло, и я уже ему сказал. Дальше, ну, как пойдет. Ты, безусловно, конечно, понимаешь, что все равно знания, полученные тобой, они важны, поскольку опыт с футболом, с вывихнутой ногой дает понимать, что, ну, сегодня ты бегаешь по полю, а завтра ты можешь отправиться на скамейку запасных, а может быть и все, что угодно. Вам тут пишут комплименты. Не могу не зачитать. Вначале вам написали, вы мой кумир, кто-то вам написал. Дальше вам пишут, большое уважение к вам, большое уважение к вам. Мужчины очень часто сейчас самоустраняются от повседневных хлопот с детьми. Очень радует ваше рассуждение. Но я могу только, соответственно, присоединиться к этому отзыву. И вам тут два раза уже спрашивали, вы работаете? Как вы все успеваете, если вы работаете? Да, я, конечно, работаю. Могу сказать, что моя работа подразумевает как наличие офиса, так и возможность удаленной работы. То есть я занимаюсь маркетингом, и поэтому в силу того, что мой учредитель, я считаю, в принципе, человек от Бога, сам с тремя детьми, и в компании все в курсе моей жизни, и все меня поддерживают. И летом, как раз, когда было ограничение, и детей было невозможно просто вдвоем дома оставить, они также ездили со мной в офис, наш огромный. Ну, знаете, как сын полка, да? Вот так же, наверное, и мои дети. Поэтому, в принципе, пока они в школе, на проглёнке, я в офисе. Когда есть какие-то секции и прочее, я на телефоне, а компьютер на коленках в машине. То есть меня, честно говоря, не смущает, я могу работать из любого места, ну, хоть набегу. Понятно. Мне понравилось, как вы написали тоже в Инстаграме, в своём шапке, что днём я как-то вот так, а, пишу ночью, днём воспитываю детей. Как-то так. Вот. Это, в общем, многое говорили. Я скажу, почему. Потому что в нашем доме есть единственное место, где меня никто не дёргает, это балкон. Он изначально был сделан как кабинет. И когда вечером, я знаю, что совесть спокойна, уроки сделаны, все, собственно говоря, накормлены и всё отлично, я, собственно говоря, просто туда ухожу. И у меня есть возможность посидеть, что-то посмотреть, почитать, работу какую-то доделать быстро и также что-то написать, потому что, ну, реально меня спрашивают. Спрашивают, как, чего и почему, как мы живём, как мы всё успеваем, какие есть проблемы, какие трудности были, есть там, что мы планируем, всем интересно. И это, конечно, не очень нравится детям, ну, особенно старшему, наверное. В принципе, было желание уехать оттуда. И он иногда говорит, что было бы здорово, если бы вообще никто не вспоминал из прошлого. Но, тем не менее, то есть я считаю, что люди, которые на старте, им необходимо иметь какой-то пример, иметь, ну, что-то перед глазами для того, чтобы понимать, как это может быть. Может быть, кто-то не расскажет что-то, может быть, у кого-то всё гладко, потому что те же самые психологи говорят, что ты все просто не представляешь. Люди берут детей, у них всё просто спокойно, гладко, а вот вы у вас прям вообще на грани фантастики всё, одни взрывы, включая кровных родственников и так далее. Ну, я вам так скажу, что вы часто тут употребляли слово «взрыв», ну, не один раз точно, но, глядя на вас, вы, мне кажется, и спокойным человеком как-то вы научились эту турбулентность выдерживать. Не знаю, как вам это даётся, но, видимо, как-то удаётся. А теперь всё-таки я тут озвучу, покажите, сыновей вам тут пишут, и я тоже всё-таки уже попрошу, если можно, если ребята сами хотят и готовы показаться нашим вообще зрителям и слушателям, то мы их приглашаем. Сейчас покажем. Давайте. Давай, забирайся. Это что? Прямо эфир? Давай, двигайся. Сань, давай туда. Здравствуйте. Давай, давай. Привет. Привет. Привет, меня зовут Катя. Как тебя зовут? Скажи мне. Нет, вы... Нет, попробуйте. У нас уже было их. Привет. Вот, 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 вот. Куда пошёл? Кирилл и Саша, правильно я понимаю? Кирилл, куда Кирилл убежал? Так, ну рассказывайте. Папа правду говорил? Расскажите мне. Папа правду говорил? Или всё неправду он сказал? Да, да, всё правду. Иди, 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 иди. Я скажу что-нибудь, иди. Давай, давай, присядь. Давай, где место... Так, а Кирилл, Кирилл куда убежал? Здесь. Да, и здесь, здесь. Ну смотрите, ребята, во-первых, вам тут пишут уже, во-первых, вам тут летят сердца тех, кто на вас смотрит. Вот, вам тут лайки ставят уже и пишут, какие красивые ребята. Вот, ну как бы я тоже подпишусь по этим, какие красивые ребята. У вас уже поклонники появились благодаря нашему эфиру. Сейчас мы вас сделаем звёздами. Подождите ещё секунду. Сейчас у нас только отвиснет. У меня опять чуть-чуть вы подзависли. Красавцы вам тут пишут. Да, у нас сейчас посвятим последние 10 минут зачитыванию эпитетов. Какие вы классные ребята. Так, ну расскажите, как вы вообще, как вам живётся с папой? Рассказывайте по-честному. Мне, мне, мне комфортно. Хорошо. Ну, я считаю... А тебе, Кирилл? Ну, мне комфортно тоже. Мне удобнее здесь жить, чем, например, в центре детском доме. Там нет собственных учений. Здесь всё собственное есть. Комната, вещи. Знаешь, где ты будешь спать. Знаешь, что ты никуда не попадёшь. Знаешь, с кем ты будешь. В какую школу ты пойдёшь. Здесь лучше, чем везде. В любом месте. То же самое. Я не могу. Кирилл более разговорчивый, чем Саша. Слушайте, ну вы мне знаете ещё, скажите, папа же ведёт блог, про вас рассказывает. И как вы к этому относитесь, что он про вас рассказывает в интернете? На данный момент мы не знаем. Наверное, нам когда-нибудь папа расскажет уже. Да, папа? Да, да, да. Сейчас я раскрыла большую тайну. Слушайте, ну вам тут летят сердца просто бесконечно. Вам тут пишут, какие здоровские пацаны. Классные парни. Вам тут сердца летят и летят. В общем, вы понравились нашим зрителям. Саша, ну расскажи ты, как у тебя вообще, как тебе? Ты же полгода живёшь в Санкт-Петербурге. Как тебе город вообще? Как тебе живётся-то вообще в другом месте? Так, чуть-чуть у нас подзависло тут. Вот сейчас отвисает. Я ходил по улице, которая сохранилась со старых времён. Ну, мостовая ты имеешь в виду, кирпичики. Он про мостовую говорит, по большой конюшене. Что ещё интересно. Так. Ты имеешь в виду здание, архитектуры старинные, да? Город старинный. Ну, это да. Мне больше понравилось, как мы ходили под тем улицам. Мне очень было интересно. У нас есть традиция, Катя. Мы каждый выходной, вот в определённый момент, пока Саша ногу не подвернул, мы ходим в известную, самую пышечную в Санкт-Петербурге. Класс. И как вам пышки? Всё, всё. Ну там, с пудрой. Пышки очень вкусные. Как бы, не знаю. Жёлтка, что один сахар? Ну, не сахар, а это пудра. Пудра, да. А так вообще вкусно. И тоже было очень, как бы, интересно. Она тоже, как бы, старая. И, не знаю, очень приятно, не знаю, как сказать. Скажите, друзья у вас появились здесь, Саша? У тебя друзья. Кирилл, у тебя друзья есть у вас тут какие-то появились? Нет, да. Ну, как бы, не друзья, товарищи. Товарищи, но... Друзей пока нету. Прям таких. Да я не со всеми так уж сильно и общаюсь. Ну. Скажите, ну вы между собой-то хоть дружите, хоть немножко? Или только ссоритесь между собой? Как вы? Ну, бывает, что мы ссорим. Спорим. Ну, бывает, что мы спорим, но всё равно нам пока пришли, что это неправильно, ну, так нельзя, давайте вы как-то подружитесь. Мы пытаемся подружиться. Ну, у нас получается. Владимир. Кирилл, Кирилл, ну скажи, как тебе иметь старшего брата? Каково это? Тебе нравится иметь старшего брата? Ну, да, конечно же. Потому что раньше, на данный момент, было скучно, тускло. Играть в игрушки было, ну, не очень даже в телефон. Ага, да, да. Телефон вообще не интересно. Ну, когда Саша есть, там, на данный момент, он играет в телефонные игры. Мы там играем вместе в одну игру, и нам интересно. Конечно. Саша, тебе нравится что-нибудь в школе? Хоть есть какой-нибудь урок, который тебе нравится? Интересно тебе учиться вообще немножко? Ну, блин, я даже не знаю, как сказать так, чтобы мне поверили. Вот, когда у меня алгебра получается, мне даже очень нравится. И, как бы, если у меня будет всё получаться, я буду вникать, как бы. Она будет, наверное... Ты меня уже не заметил. Да, ну, где-то на втором месте, среди всех уроков, которые мне нравятся. Потому что на первом месте, это, так как мне нравится спорт, это физракт. Ага. У меня всё получается. Вот. А потом мне нравятся труды. Труды у меня тоже очень хорошо получаются. Даже, короче, что мне ещё нравится? Музыка раньше нравилась. Я помню, когда был, вот до четвёртого класса, я всегда пел. Пел, пел, пел. Всё нравилось учителям, ну, те, которые у меня музыку вёл. Ну, сейчас, сейчас, после четвёртого класса дальше пошли авторы. Надо узнать, какой инструмент играет там, какие инструменты есть, какие вы знаете инструменты, новогодние песни. Вот это всё, это слишком, как сказать, надо вспоминать, короче, много композиторов. И иногда путаешь. Особенно инструменты там, из чего особенно сделаны фортепиано, какие предки у неё были там, потом трубы эти, всё, это очень сложно как бы. Понятно. Вам тут пишут вопросы, спрашивают про собаку у вас там вон висит на фоне. Что за собака? Собаку рисовал Икея. Понятно. Мы её купили, мы картинку купили. Понятно. Слушайте, вы мне знаете, вы мне скажите, а какой ваш папа? Можете его описать? Он у вас строгий или добрый? Какой он? Можете ли я сказать просто? Какой папа у вас, строгий или добрый? Вот как вы можете описать своего папу? Можете, пожалуйста, ещё раз начинайте. Кать, там зависло всё, ребята, не слышали вопросы. Если можно, ещё раз. Да, я просто спрашиваю у ребят, чтобы они вас описали. Папа у вас какой, добрый или строгий? Двух личных. Да, нет. Ну вообще добрый. Когда нужно, тогда строгий. Когда нужно, говори. Ну, на самом деле он добрый. Но в некоторых ситуациях бывает, что надо быть строгим. Потому что мы не слушаемся. И я, и Саша. Классно, ну вы рады хоть, что у вас папа есть, что у вас дом есть. Вы рады этому? Ещё раз скажите, пожалуйста, я не понимаю. Зависла. Ага, опять что-то со связью. Ну вы рады, что у вас папа есть, что у вас дом есть, что вы дома теперь живёте? Да, конечно. Да. Слушайте, ну вам тут ещё пишут, с таким папой всё будет отлично. Вам пишут. Ну мы не считаем, что да. Тут ещё вопрос. Хотите ещё брата и сестру? Ну да, конечно же, только младшего. Антон, Антон, слышите, у вас там дети третьего ребёнка хотят. Готовьтесь, Антон. Друзья, ребята, у нас заканчивается время. Антон, ну покажитесь хоть ещё краешком чего-нибудь головы. Хоть покажите нам себе. Сейчас я загоню кого-нибудь. Я всё, пошёл. Всё, мне деньги. Всё здесь. Ну тут сыновья, во-первых, сыновья ваши, конечно, покорили сердца наших слушателей. Вот сердца летят, лайки летят. Все счастливы увидеть таких мальчишек. Ребята реально классные. Вот. Вам мы желаем удачи. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы подключились, рассказали о себе, не побоялись вообще этого. Спасибо за ваш блог большой. Друзья, почитайте. Астон Мартин на нашем сайте. Так все похожи вам пишут. Вам желают удачи. Вам и детям вашим. Вот. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если ещё не подписались. Здесь, в Инстаграме, читайте наши посты, читайте наши тексты, смотрите анкеты. Давайте вместе менять жизни детей в детских домах. И, соответственно, давайте вместе будем все ещё какое-то время. И мы вас все очень любим. Всем удачи и хорошего вечера. Или дня, у кого сейчас... Пока. Спасибо. Пока. Пока.